Доброго времени уток друзья, с сентября 20 года я не так уж и часто здесь появлялся, так же как и не занимался своими проектами. Я устроил себе затяжной запо...отпуск, чтобы наконец-то как следует отдохнуть после нескольких лет напряженного графика. Так совпало, что в этот момент с ютуба ушел брак и некоторые другие интересные персонажи. Некоторые даже продали свои каналы и признаюсь у меня были такие же мысли, продать этот канал и начать заново. Тем более, что мне частенько предлагают его выкупить. А там еще и розовый дал заднюю, да и русскоязычного контента по геймдеву стало совсем мало. Многие думали, что я тоже забил на все это дело и в какой-то степени они были правы, ибо полгода отпуска не особо сочеталось с созданием нового контента. Кстати, обо всем интересном, что происходило и происходит в моей жизни, я снимаю и пишу свой инстаграм. А сейчас там во все идет розыгрыш новенького графического планшета. Но самое приятное то, что даже находясь в отпуске все эти полгода, я получал доход от продажи своих собственных игр. И если Steam просто радовал и позволял жить не задумываясь о поиске работы, то доходы с консолей прям вишенка на торте. Многие из вас помнят один из первых моих стримов, на котором я сделал практически всю графику для будущей игры в магике воксел. Забавно, что это не должно было стать игрой, это был просто стрим, на котором мы болтали, а на фоне я моделил какие-то кубики. Среди подписчиков появилась идея добавить этой свинке динамит на спину, ну шутки ради. Ну а почему бы и нет, звучит забавно. Но пока я воспринимал это как просто набор графики, как просто стрим. Многие зрители уже представляли игру, как эта свинка бегает по подземельям и стали придумывать название для этой игры. Больше всего мне тогда понравилось название Dark Souls. Оно идеально подходило под сеттинг игры и звучало лаконично и забавно. Получилась своего рода красочная пародия на мрачный и жестокий Dark Souls. Кстати, название предложил уже известный вам разработчик игры Mystopia, историю которого я рассказывал в одном из своих видео. Лёха уже получил несколько выблат с консоли и со спокойной душой уволился с завода. Сейчас он разрабатывает новый платформер и уже успел дать парочку интервью. Одно из них вы можете посмотреть на канале Евгения Гришакова, с которым у нас личные счёты и весьма интересный спор. Кто из нас первый заработает миллион долларов в геймдеве? Конечно, до ляма ему и мне ещё далековато, но геймдев такая сфера, в которой всё может случиться внезапно и довольно быстро. А пока я довольствуюсь своим скромным гонораром с консолей, у Жени есть первый существенный успех. Его игра оффлайн дайс показала шикарные, как по мне, результаты. Десять месяцев назад он вложил в эту игру всего лишь 30 тысяч рублей. И всего за 10 месяцев на игре получилось заработать чистыми больше чем 5 с половиной миллионов рублей. А также успешно продать её в другую игровую студию. Если интересны подробности, то в описании есть ссылочка на закрытый вебинар. Там грешаков делятся абсолютно всеми цифрами. Начальные инвестиции, затраты на развитие игры, затраты на рекламу, доход с игры и суммы продажи. Как по мне, то это уникальная инфа и не стоит её пропускать. Ну а мы вернёмся к шашлычку. Спустя какое-то время после стрима я всё же решил использовать сделанную графику и собрать простенький платформер на юнити. Я использовал Asset Corgi Engine, чтобы этот процесс был максимально быстрым и безболезненным. У меня в плане было создать простую игру, получить за это определённую сумму денег и просто жить дальше. Собственно, по такому же сценарию были сделаны Purple Heart и Пулкан Байбай. Только вот эти игры я делал около пары недель, а на разработку Dark Souls потратил почти 2 месяца чистого времени. Мне нравилось, что игра получается на голову выше предыдущих вместе взятых. И я хотел сделать её ещё лучше. Это сильно затягивало. Однако, несколько раз мне приходилось откладывать создание этой игры и порой даже больше, чем на месяц. В общей сложности разработка длилась почти полгода. Она то велась, то не велась. Начинались новые проекты, возобновлялись старые. Ютуб в то время сильно отвлекал от разработки. Но, наконец, игра появилась на полках стима и начала почевненьку набирать обороты. Правда, так и не набрала. Dark Souls принёс стиме всего лишь 1000 долларов, тогда как Пулкан Байбай и Пурпл Харт более 6000 каждое. Конечно, это было обидно. Ведь на эти игры я потратил каких-то пару недель, а заработали они больше, чем игра, которую я старательно делал на протяжении полугода. На какое-то время я подзабил на разработку игры и уже ничего не ждал от шашлычка. Но спустя год я познакомился с несколькими издателями, которые занимаются портированием игр на консоли. Мне предложили бахнуть к ним все свои игры со стима, чтобы выжать из них всё, что можно. Думать особо было не о чем или не о чем. И в общем-то процесс завертелся. Правда, из всех этих игр взяли только Dark Souls из-за его визуальной части. Пулкан Байбай и Пурпл Харт пролетели мимо. Далее начался долгий процесс порта, которым целиком занимался издатель. Хотя сам процесс длился около месяца, пришлось ждать очереди на публикацию чуть меньше, чем полгода. В общем, я стал хатиком в мире геймдева, но с одним отличием. Я всё-таки дождался. 6 ноября 2020 года игра появилась на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, а в январе 2021 года вышла ещё и на Switch. Первые несколько месяцев игра заработала 1 миллион рублей. И ещё в следующие несколько месяцев полмиллиона. Думаю, вы можете представить мою улыбочку в этот момент. Но не всё так сладко, ребятки. Хоть игра и заработала в сумме полтора миллиона рублей, вычеты издателя и самих консолей составили половину этой суммы. И на данный момент чистый доход с консолей за игру Dark Souls составил чуть больше, чем 720 тысяч рублей. В принципе, это стоимость моей машины. И вспоминая, что я делал эту игру аж 3 года назад, а она до сих пор приносит денежку, да ещё и вот таким джекпотом упала с консолей, то просто грех жаловаться. Но если столько заработал простенький платформер... Сколько же заработает хороший, качественный инди-проект? Та же Майстопия просто уделала моего шашлычка. Но цифры я называть не осмелюсь. Но даже Майстопия сильно уступает подоходу другим более мощным инди-проектам. Само собой, подобные выплаты с Dark Souls не вечные. И когда понимаешь, что можешь иметь больше, хочешь иметь больше. Надо лишь только делать новые интересные проекты. И один из них у меня находится уже на серьёзной стадии разработки. Все, кто следит за мной в инстаграме, уже видели разные наработки этой игры под названием Eternal. Изначально это был малюсенький такой аренный шутер для мобилок, который я сделал с нуля без использования каких-либо асситов. Вышло, скажем так, не очень. Проектик был довольно сырым, и мне хотелось посмотреть, как народ вообще воспримет подобную игру на мобилках. В целом, реакция была неплохая. А если не обращать внимания на баги и малое количество контента, то многим бы эта игра зашла ещё сильнее. Но баги были, а контента не было. В общем-то, собрав достаточно фидбэка, я заново собрал этот проект на ассите Ultimate First Person Controller. Хрен выговоришь. Заменил маленькие арены на процедурные уровни, добавил ящики с лутом и сундуки с оружием разной степени редкости и легендарности. Так вот маленький аренный шутер превратился в настоящий рогалик от первого лица, который попадёт не только на мобильное устройство, но также и в Steam, и на консоли. Я воплотил в этом проекте весь свой опыт и знания, полученные с разработки игры за 5000 долларов и того лоупольного шутера третьего лица с бюджетом в 500 долларов. Но самое забавное, что бюджет этого проекта под названием Internal до сего момента составлял 0 рублей. В следующих видео я расскажу о том, как попасть на консоли. Подробнее покажу разработку своего воксельного дума и подготовлю для вас ещё один мощнейший заряд мотивации. Я с вами как всегда в Арталаске. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте про шашлычки. Пока.